Всем привет! Играем в фазмофобию соло-профи-фермерский дом, Беллисдейл, по-моему. Так, Томас Уайт. Играем в новую бету. Здесь у нас произошли изменения, связанные с термометром. Если вы не слышали, я коротенечко о них расскажу. Дело в том, что теперь средняя температура в доме не будет превышать 10 градусов, поскольку по дефолту на уровне профи выключен щиток с электричеством. По задумке автора, это означает, что не работают обогреватели. Поэтому теперь, если вы обратите внимание на термометр, у нас везде будет температура не выше 10 градусов, что раньше возвещало о наличии призрака в этой комнате, а теперь не означает ровным счетом ничего. Такой вот нерф термометра произошел. Термометр больше не имба. Если вы хотите определить призрака... Так, щиток не здесь. Обогреватель, соответственно, не будет работать до тех пор, пока вы не подадите электричество, что означает, что во всех комнатах температура будет сохраняться низко. При этом, если вы не любите включать щиток... Такое ощущение, что вода где-то грязная включилась. Если вы не любите включать щиток, температура будет низкая во всем доме, но в комнате с призраком она все равно будет ниже обычного, что... да, вода, что поможет вам его найти и идентифицировать. Если же вы включите щиток, температура начнет повышаться во всем доме, кроме, соответственно, комнаты с призраком и комната с самой низкой температурой. Это, в общем-то, она и будет. Посмотрите, сколько новых моделек всякой бытовой химии тут появилось. А еще туалетная бумага. Такие вот нововведения. Ну, это вот та дальняя спальня, я так подозреваю. Сейчас просто хочу поискать кость. Ой, сам воду выключил, чтобы не устроить потоп. И включил, чтобы устроить потоп. Щиток, я так понимаю, у нас на чердаке. Он уронил туда. Здесь, как видите, температура не то чтобы прям очень низкая. 7 градусов, ну, 4, ладно. Но мы, в принципе, во всем доме наблюдаем примерно такую же температуру. Из-за этого мы не можем знать, в какой комнате призрак находится доподлинно. Раньше нам для этого нужно было только увидеть разочек на термометре 12 градусов, и мы сразу уже точно были уверены в том, что это та самая комната и есть. Теперь же все поменялось. Нам нужно больше обращать внимание на шумы, вот эти посторонние звуки, которые призрак производит. И, соответственно, отталкиваться уже от этого. Сейчас я включила щиток. Соответственно, заработал обогреватель. Температура начнет выравниваться. Я слышу здесь шаги. Если он здесь включил воду, можно ли это считать комнатой призрака? Я думаю, что можно. Вот здесь, если вы обратите внимание, уже 12 градусов температура, то есть теплее, чем у нас было на старте. Что-то я кость не вижу. Здесь уже вот 14. Здесь и 12. Вот кость. Ну, похоже, что да, это ванная и есть та комната, которую мы ищем. Поскольку здесь вот у нас 9, 7, 3. Задержка, по которой появляются новые температуры, сейчас составляет 2 секунды. Раньше она была 1 секунду. Теперь 2. Вот это было стерео. Вот это было громко сейчас. Такое ощущение, что она прям была у меня в голове. Так, где фонарь? Очень неприятно это все. Я, честно говоря, была уже прям вот готова перепугаться. Сейчас в потемках будем ориентироваться, ориентироваться. Найдем выключатель, включим свет, чтобы нам было приятно идти обратно. Ну, и будем ориентироваться на эту комнату. Все-таки вдохнула она мне в ухо в ней. Грязную воду включила, шампуньку бросила в раковину. Очень красивый график. Благовония, распятие. Томас Уайт. Распятие возьмем и возьмем АМП. Может быть, хватит нам одной камеры, если мы сразу увидим арбу. В маленьких комнатках очень сложно расставлять камеры. Очень часто они смотрят прям друг в друга. Из-за этого получаются засветы не очень приятные. Это все затрудняет поиск Орбы. Блокнот не написал наш призрак. Пока что распятие кинем на середину комнаты. АМП включим. Бросим здесь. Свет мы выключаем. Пойдемте принесем что-то еще. Заодно посмотрим арбу. Быть может, нам повезет настолько, что мы ее сразу увидим. Я думаю, сейчас возьмем Благовония сразу. 65% в принципе. Да. Нам сегодня везет. Арба летит. Блокнота пока нету. Мы возьмем вонючку. Камера еще одна нам не нужна. Что мы тогда можем взять? Давайте отпечатки. 65% Благовония. Давайте так. АМП у нас там лежит. Благовония стоит зажигать, когда вы уверены, что призрак находится в этой комнате, чтобы вам засчиталась эта цель. Как это можно сделать? Можно будет его позвать, если вы слышите рядом шаги, если он что-то бросил рядом с вами. Если сработало АМП, это верный призрак того, что призрак находится здесь. Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. О, здесь тоже какие-то новые штучки. Может быть, вот он был здесь? Отлично. Четверка. Сейчас мы его обкурим. Он тут не сможет охотиться некоторое время. А нам нечем сфотографировать, к сожалению, это взаимодействие. Поэтому просто пойдем вниз. Зажигалку можно выбросить. Она нам уже не пригодится. У меня зазвонил телефон. К сожалению, это ни о чем нам не говорит. Что-то происходит в этом доме. Сдается мне в этом доме призраки. Томас Флайт. Так. Я думаю, мы съедим одну таблеточку. Потому что мы пока еще вообще не представляем, что происходит. Мы еще не опробовали радио. Но я думаю, что я пока пофотографирую все, что можно пофотографировать. А уже потом мы будем проверять, кто тут у нас. Есть у меня подозренница, что это может быть Джин. Джины любят звонить. Джины довольно активны. Ух ты же. Джины активны. Джины любят показываться на публике. Грязную воду мы тоже сфоткаем. Утопим здесь наш фотик. Радио нам еще понадобится. Нам нужно еще сфотографировать кость. И нам нужно, чтобы он наступил на распятие. Было бы очень здорово. А, еще в соседней комнате кукла лежит. Ее тоже можно сфотографировать. Если это Джин, то что у нас там? Подскажите мне, пожалуйста. Конечно, прям россыпь. Радиоприемник АМП. Ну, вот радиоприемник. Прям сейчас пойдемте и проверим. Как его зовут? Роберт? Томас. Свет что-то погас везде, прям на глазах. Интересно, выключил ли он щиток. Если он выключил щиток, то с большой долей вероятности это не Джин. Джины активны только если есть электричество. Нет, он не тронул щиток. Джин-алерт, как говорится. Где-то здесь свечечки, их можно зажечь. Зажигалка из нашего инвентаря, если вы вдруг не знали. Ты здесь? Ты здесь? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ты здесь? Ты здесь? Что-то не очень хочет с нами общаться. Это призрак? Я сейчас просто прикидываюсь, начнется атака, куда мне побежать. А, вот. Провалилась. Ты здесь? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Ты старый? Так, выключил свет наш дорогой друг. Бывает, что джинны иногда выключают свет, но в 90% случаев они так не делают. Так, а куда я иду, если щиток у меня на чердаке? О чем это может говорить? Это может говорить о том, что наш друг не джинн. Но, к сожалению, пока никаких других улик у нас нет. Наверное, есть смысл еще раз проверить отпечатки. Хотя, мне кажется, что отпечатки бы уже появились. Ой, ну все. Ну, нет, не надо. Отвали. Это было круто. Это было круто. Я прям вот даже сама собой горжусь. Страшно, жесть. Блин, вы видели, что произошло? Я открыла дверь. Точнее, я спряталась. Он открыл дверь. Я стояла за дверью. И он меня поэтому не заметил. Вот это прикол. Вот это прикол. Я тут нафоткала кучу ненужных фоток, да? Аж целых две. Самое обидное, что мы до сих пор не знаем, что это за призрак, потому что он нам не отвечает, не трогает дверь и вообще ведет себя очень положительно. Есть у меня подозрение, что там и МП-5. Если МП-5, фантом джинтень. Фантом не может быть, потому что отрицательная температура. Тень нужен блокнот. А он в блокноте не пишет. Давайте отнесем ему еще один блокнот. Во-первых, давайте съедим таблетки. Даже съедим таблетки два раза. Отнесем ему блокнот. И попробуем еще поговорить по радио. Мы должны его дожать. Я прям чувствую, похоже на тень, похоже на джина, если бы он не выключил щиток. Джин, выключающий щиток, это очень странно. Опять в кому воду включил. Заманивает меня. Ты бы лучше в блокнот написал. Ты здесь? Ты здесь? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Адалт. Очень хорошо. Очень хорошо, что ты адалт. Получается, что у нас радио, и тогда это полтергейст, джин или Мара. Если я ничего не путаю, у Мары должна быть отрицательная температура. А у полтергейста должны быть отпечатки. Но отпечатков мы здесь нигде не наблюдаем. Соответственно, методом исключения и логики это получается долбанутый джин, который зачем-то выключил электричество, чтобы понизить свою силу. Давайте проверим еще раз Мару. По-моему, Мара отрицательный. Да. Да. Ну, значит, это вот такой долбанутый джин, потому что, ну, отпечатков нет. Похоже на всплески МП. Могут ли быть отпечатки в другом месте? Не в его комнате. Мне кажется... Блин, ну мы можем, конечно, пойти проверить. У нас еще 81%. Будет, наверное, очень обидно, если мы перепутаем, да? Пойдемте вот последнюю табличку даже зажуем, чтобы уж точно не бояться. Сейчас пройдем прям в соседние комнаты все проверим. На случай, если это полтергейт. Потому что он трогал точно вот эту дверь. Трогал мою дверь. Но нет, нет отпечатков. Нет отпечатков это долбанутый джин. Поедем-то домой. Я в ужасе просто до сих пор не могу в себя прийти, как я спряталась за дверью. Это было стратегически выверенное решение. Ну давайте, джин! Долбанутый джин! Бывает такое. Видите, джины иногда выключают щитки. Но это правда очень редко. Можно сказать, что у нас очень-очень редкий джин. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Расскажите, как вам нерв термометра. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok